А в отношении к Вика сразу же скажу, почему-то все мужчины думают, что женщины в родах кричат. Не знаю, почему так, но, видимо, это какой-то стереотип кино. Да, стереотип такой есть. Вот представьте, мы говорим, кричим, поем на выдохе. Во время схватки матка и так сжимает ребенка, у него и так идет перепад кислорода. И если еще мама закричала, перекрыла ему кислород, то получается, что ребенок недополучает кислорода. При всем при этом роды еще и затягиваются. Потому что, когда женщина кричит, адреналин подскакивает. А ребеночек там такой сидит, он, кроме мамы, никого не знает, мама для него вся вселенная. И он там думает, если там такая большая, хорошая, надежная мама так кричит, ей там так страшно. Что, туда спешить-то будем? Кричать действительно невыгодно. Есть прямая зависимость. Акушеры говорят, если женщина кричит, то ребенок после родов не кричит. Первый вопрос женщин, которые кричали во время всех схваток, а чего он молчит, наивно спрашивают женщины. Потому что она прокричала, и ребенок уставший, и у него просто нет сил закричать самому. Поэтому мы с вами должны будем научиться дышать на разных этапах схваток. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...